Первым домашним противником Ивановского текстильщика в первенстве России стал Псков 747. В прошлом футбольном сезоне этот коллектив являлся одним из главных соперников Ивановцев в турнирной таблице. Но на этот раз текстильщик смог оказать псковичам жаркий прием. Уже на пятой минуте встречи быстрый гол в ворота гостей забил нападающий Сергей Орлов. Это заметно расслабило игроков текстильщика и дало массу поводов сопернику для нападения на наши ворота. И здесь уже не подвел Ивановский вратарь Андрей Романов. В основном благодаря ему на перерыв команды ушли все с тем же счетом 1-0. Во втором тайме псковичам также не удалось поразить ворота Ивановцев. А вот текстильщик смог забить еще дважды. На 51-й минуте встречи отличился капитан команды Евгений Лосев, а на 87-й Сергей Сачук. Итог встречи 3-0 в пользу хозяев поля. В принципе мы владели сегодня инициативой. Нам оставалось только довести дело до хорошего логического результата победы. Что в принципе мы и сделали. Было тяжело, но мы старались. Главный тренер Пскова признал поражение в этом матче. В комментарии какой может быть игра, если проиграна 3-0 со счетом. Хотя, наверное, скажу, что счет может быть не по игре. Но, тем не менее, соперник оказался сильнее. Могу только поздравить с победой клуб «Текстильщик». Наставник «Текстильщика» Дмитрий Парфенов в ходе матча, не отходивший от кромки поля, начал пресс-конференцию с традиционной в последнее время фразы «без эйфории». Непонятные 15 минут первого тайма, не пойму, надо разбираться. Но, тем не менее, молодцы во втором сделали поправки, перестроились и довели матч до победы. После третьего тура команда вышла в единоличные лидеры зоны. Следующий поединок «Текстильщик» пройдет с клубом «Тосно» 27 июля. Несмотря на выходной день, встреча начнется в 18.30. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново. Редактор субтитров А.Семкин